Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Откуда пробки, когда завершится газификация сел и почему уличное освещение не радует глаз? Эти вопросы обсудили на общегородской планерке. Полицейские новоселы в Красной Поляне квартиры получили 90 сотрудников органов внутренних дел. На старте огнеборцы в Сочи открылся первый всероссийский конкурс по пожарно-прикладному мастерству среди военнослужащих Национальной гвардии России. Игорь Николаев и Леонид Агутин вышли сегодня на корты. На новой волне играют и в пляжный футбол, и в теннис. На прилавках магазинов должно быть больше кубанских продуктов. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел планерку со своими заместителями, краевыми министрами и главами муниципалитета. В торговых сетях сегодня местных овощей и фруктов лишь 65%. Еще меньше мяса птицы. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Каждый год Кубань бьет собственные рекорды по сбору урожая. Больше, чем в Краснодарском крае, пшеницы никто не собирает. Но почему же тогда прилавки местных магазинов сегодня не заполоняет собственный выпеченный хлеб? Кирпичики завозят из соседних регионов своей же продукции 80%. Ответы на этот вопрос Вениамин Кондратьев ищет на краевой планерке. Это хлебобулочные изделия. Мы номер один регион, который сегодня пшеничку выращивает. И максимально 100% мы можем сегодня обеспечить сами себя уж хлебобулочными изделиями. Это же смешно, когда с соседнего региона завозятся хлеб и хлебобулочные изделия. А в чем причина? Кто может ответить? Булка хлеба имеет вес. Ростов завозит, допустим, булку хлеба 400 грамм. А у них пекарня выпекает булку хлеба 500 грамм. Получается, что хлеб дороже, чем тот, который привозят с Ростова 70 километров. Рынок есть, рынок давайте все крутиться. И ваша задача тоже в этом случае обеспечить так, чтобы на наших прилавках был наш кубанский хлеб. Коллеги, ну это уже до абсурда доходим, если на наших прилавках не кубанский хлеб. Если мы сегодня поддерживаем торговые сети или даже какого-то конкретного реализатора, то пусть он поддержит в первую очередь нашу региональную экономику. Путем реализации продукции, в первую очередь, той, которая производится на территории нашего края. Овощи и фрукты, выращенные в крае, продают по всей стране. Однако на кубанских прилавках они занимают чуть больше половины. Еще меньше кубанского молока и растительного масла. Но куда критичнее ситуация с мясом птицы. Его доля в магазинах лишь 30%. Эту нишу под силу занять местным фермерам, говорит губернатор своему заместителю по АПК Андрею Коробке. Андрей Николаевич, фермеры многие поднимают просто. И личные подсобные хозяйства, ниша, нишу, нишу занять 70%. Для меня это вот та емкость, которую мы можем заполнить. Но это грех, если это Кубань, Кубань ест не нашу кубанскую птицу, утку, курей и тому подобное. О чем мы говорим? Доля нашего продукта составляет 30%. Но это не говорит о том, что рынок... Слушай, я про это и говорю. Это та емкость, которая потенциально может быть нашей. А если вы до сих пор не понимаете, о чем я говорю, тогда я вообще не понимаю, о чем вы здесь сидите. Вы персонально отвечаете за то, чтобы этот процент был увеличен. Как минимум в два раза. Как минимум. Самый верный способ найти кубанские продукты – отправиться на ярмарку выходного дня. Место, где продают только то, что вырастили и произвели в Краснодарском крае. Ежемесячно продукцию здесь реализуют 35,5 тысяч фермеров. Но, как оказалось, организовали их не во всех муниципалитетах. Так, например, ярмарки для сельхозпроизводителей до сих пор нет в Тбилисском районе. Там предлагают аграриям занять прилавки на местном рынке. А у вас рынок муниципальный или частный? Частный. Но тогда, по большому счету, кто-то не хочет, чтобы у него была конкуренция в виде обычной ярмарки. Вот и все. Вот здесь ответ. На территории рынка никаких ярмарок быть не может. Еще раз подчеркну. Это отдельная ярмарка с кубанским колоритом, духом и нашей региональной продукцией. Попробовать местные продукты для многих туристов такая же цель, как и искупаться в море, говорит глава региона. Однако в разгар курортного сезона отдыхающие жаловались, что в магазинах было невозможно найти свежую кубанскую продукцию. Ситуация ни в коем случае не должна повториться, поручает Вениамин Кондратьев. И работу над ошибками начинать нужно уже сейчас. Ищите вот те механизмы, которые позволят нам вместе с магазинами, торговыми сетями найти оптимальное решение. Это смешно, когда на Кубани будут торговать не кубанскими овощами, а фруктами, молочкой, маслом растительным и хлебобулочными изделиями. Коллеги, ну это позор просто. Вы сегодня должны как никогда бить себя в грудь и стены разбивать, для того, чтобы продвинуть продукцию нашу кубанскую на торговые полки. Сделано на Кубани – это известный во всей стране бренд. Он означает высокое качество. Уже весной им будут промаркированы все продукты, произведенные в Краснодарском крае. И для них должны быть отдельные большие стеллажи во всех магазинах, считает Вениамин Кондратьев. И в первую очередь в магазинах Кубани. Мария Крошная, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань, 24, Краснодар. Школьники и молодежные организации должны чаще посещать дома престарелых. Такое поручение соцслужбам сегодня дал Вениамин Кондратьев. Глава региона в ходе рабочей поездки в Ленинградский район посетил интернат для пожилых людей. Сегодня в нем проживают более 500 человек. Постояльцы рассказали губернатору, что условия в интернате приближены к домашним. Но чтобы сделать его еще уютнее, по мнению Вениамина Кондратьева, не только в праздничные дни к пожилым людям должна приходить молодежь. Нужно активное общение с подрастающим поколением. Здесь должна быть молодежь. Не их к ним, а их сюда. И кто-то найдет себя внука или внучку. Обязательно найдет. И поверьте, на самом деле в сердце у них отзовется каждая бабушка. И у бабушки в сердце этот внучек или внучка отзовется. Давайте оживим жизнь. Не только жизнь здесь. Не только, допустим, занятием, кружками. А на самом деле дадим то, что необходимо человеку для жизни. Дадим детей, дадим внуков, дадим молодежь. Осмотрел Вениамин Кондратьев в Ленинградском районе и как организованы занятия детей плаванием. А также побывал на уроках в музыкальной школе. Состояние социальных объектов во многом отражает экономическое развитие каждого района. Но чтобы поставить более объективную оценку, глава региона проехал по предприятиям муниципалитета. Почему в Сочи возникли пробки, когда завершится газификация сел? И почему уличное декоративное освещение не радует глаз сочинцев и гостей курорта? Нерешенные, в том числе чиновниками, проблемы на общеградской планерке сегодня решал глава города. Обо всем по порядку. Инга Габешия. Начали с приятного. Главному финансисту сочинской мэрии за многолетний труд Анатолий Пахомов вручил медаль признания и почет сочинцев. Должность начальника управления по финансам администрации курорта Сергей Щербинин занимает 15 лет. Само же планерное совещание глава курорта начинает с ситуации на дорогах. Парадокс, но с завершением пляжного сезона в городе начались пробки. Машин убавилось на целых 20 тысяч, отмечает градоначальник. И несмотря на это, заторы наблюдаются во всех районах курорта, особенно в Адлерском направлении. Там просто пробка стоит до хосты. До хосты. Такой маразм. Потому что бардак творится. Такси, автобусы. Все подряд. Мы не можем смотреть равнодушно. Когда было казачество стояло, у нас такого не было. Анатолий Пахомов обращается к руководству ГИБДД с просьбой оперативнее реагировать на проблемные ситуации на дорогах. А в помощь инспекторам на трассу снова выйдет казачество. Еще один вопрос, возникший с началом бархатного сезона – уличное освещение. Местами не горят не только обычные фонари, но и декоративные чайки с пальмами, призванные светить всегда и везде. Елена Борисовна, значит, сегодня же проедьте по всем федеральным. Посмотрите, в каком состоянии световая подсветка. Я просто в ужасе. Света половина нет. Если ехать на Красную Поляну, ближе к самому эстасадку, там вообще этих фонарей не горят. Они просто, их надо включить. Никто этим не занимается. Что происходит? Вы же называетесь департамент городской среды дизайна. Это дизайн? Чтобы световое оформление курорта работало в полном объеме, ответственным, а в первую очередь муниципальной организации «Сочи свет» даны лишь сутки. С хорошей новости свой доклад начал замглавы курирующей вопросы ЖКХ. Юрий Поломарчук отчитался о проделанной за месяц работе по вопросам газификации. Решили вопрос с горгазом по уменьшению стоимости врезки, по уменьшению стоимости производства работ СМР. Более чем два раза даже эта цифра уменьшена. Во многие дома газ пришел. Цивилизация в виде голубого топлива приходит и в отдаленные села Адлерского района. А там его ждут дольше всего. На сегодняшний день к заветным желтым трубам подключаются в Нижней Шиловке, Молдовском, Кудепстинском сельских округах. Подготовили техусловия и более 90% краснополянцев. Но эти цифры главу города не устраивают. Тем более, что в некоторых поселках, к примеру, в Липниках, у хозяев домовладения не решены вопросы земельной документации. Анатолий Пахомов работу кураторов, членов специально созданных штабов, признал неудовлетворительной. Решать вопросы, которые тормозят процесс газификации, мэр будет лично и на местах. Газ должен поступить в дома сельчан в течение 10 дней. Свои цифры озвучили и начальники городских управлений, которые мониторят ситуацию с неформальной занятостью на предприятиях курорта. Тут успехи есть. В одной только потребительской сфере за месяц заключено более 2,5 тысяч трудовых договоров. 10 миллионов. Уже у нас нет даже в Российской Федерации. Не то, что у муниципалитета такого. На 10 миллионов мы уже штрафы. Штрафы меня... Сколько заключено трудовых договоров? Ирина Васильевна, сколько вы заключили трудовых договоров? 10 тысяч. 10 тысяч? Да, 9 тысяч сколько там? 450. Мы подбираемся в цифре 10 тысяч. Итоги работы городских чиновников оценят и народные избранники. Проблемные вопросы еще раз решено обсудить в рамках сессии городского собрания. Назначена она на понедельник. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. В Анапе стартовал кинофестиваль «Киношок». Поддержать участников приехал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На театральной площади возле летней эстрады «Яблоку негде упасть». Самые лучшие места зрителя начали занимать задолго до открытия кинофестиваля, вооружившись светоаппаратами и телефонами, чтобы запечатлеть любимых актеров, а если повезет, и получить автограф. Парадзвезд начинается с главной площади города. Здесь все созвездия советских и российских режиссеров, артистов, сценаристов, драматургов. Для каждого из них «Киношок» – это особая история в биографии. Это самая большая моя любовь к жизни, потому что 18 лет назад я здесь родилась как киноактриса, я как театральная артистка. Здесь получила первый приз на женскую роль в фильме, это элитарный роман и гран-при. И для меня Анапа и кинофестиваль – это вторая родина. На «Киношоке» я получил первый приз за свою первую полуметражную картину. Приз режиссу. Это была настоящая путевка в жизнь. Это часть моей жизни, 25 лет моей жизни. И огромное количество встреч, людей, фильмов. Многих, к сожалению, актеров уже нет или режиссеров. Но они остались здесь в моем сердце. Ежегодно в сентябре на протяжении вот уже 25 лет на неделю Анапа превращается в большой кинотеатр. Поздравят с юбилеем фестиваля участников и гостей. В город-курорт приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что за 25 лет Анапа и киношок стали не просто партнерами, а хорошими верными друзьями. «Киношок» – это тот фестиваль, у которого нет санкций и нет запретов. Это очень важно в нашем сегодняшнем дне. Безусловно, невзирая на четверть века, организаторы фестиваля сумели сохранить кино вне политики. Мы сегодня очень часто говорим об экономике, мы говорим о других очень проблемах жизни. Друзья, давайте признаем, что, наверное, наравне с экономикой сегодня как никогда нужно говорить о нравственности. А кино – один из очень действенных и сильных способов формирования нравственности. Конечно, нам хочется, чтобы вот это кино было патриотичным, которое доставляет верить в себя, в свой народ, в свою землю, которое позволяет верить в то, что ты в жизни будешь кому-то нужен, и ты состоишься как гражданин, человек, патриот, как активист жизни. Это очень важно, это нужно, это жизненная необходимость. В рамках юбилейного фестиваля будут соревноваться полнометражные и короткометражные художественные фильмы, телефильмы, картина для детей, а также киноальмонахи. В юбилейный год киношок будет удивлять зрителей, а перед членами жюри, которого возглавляет Алла Демидова, стоит сложная задача. Выбирать придется лучших из самых лучших. За главный приз «Золотую лозу» поборется в 8 лет, авторы которых уже становились лауреатами киношока в разные годы. Кто станет победителем 25-го юбилейного фестиваля, станет известно ровно через неделю. Здесь небо синее, и море синее, хотя и черное одно. Куба-чемчужина, Россия взял до места для кино. Елена Касабова, Влад Захаров, Кубань-24, Анапа. А в Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Сегодня в программе музыкального фестиваля второй конкурсный день. Молодые исполнители из 16 государств будут исполнять хит своей страны. Ну а звезды «Новой волны» уже по традиции. Сегодня утром собрались на спортивной площадке. Теннисный турнир – это уже традиция «Новой волны». Звезды в перерывах между репетициями и концертами, как правило, не упускают шанс проявить себя еще и в спорте. Сегодня на кортах можно было увидеть, например, Леонида Агутина и Игоря Николаева, которые уже много лет и достаточно уверенно владеют ракеткой. Леони прекрасный теннисист, хорошо играет теннис, тоже я с ним играл много лет. И одиночки мы играем, ну в основном в Майами, когда приезжаем на отдых, там больше времени, просто свободно. Мы видим, что участники – звезды эстрады, они все больше и больше становятся спортивными людьми. Мы уверены, что как и общая составляющая города понравилась организаторам, так и сегодняшний турнир будет организован и уже организован на самом высоком уровне. Организаторы подчеркнули, что обязательно отметят всех теннисистов, вне зависимости от занятых мест. И я добавлю, что накануне в Сочи участники «Новой волны» разыграли и кубок по пляжному футболу. Сегодня в Сочи открылся первый всероссийский конкурс по пожарно-прикладному мастерству среди военнослужащих Национальной гвардии России. В нем принимают участие 8 команд из различных регионов страны. Открылось мероприятие торжественным построением, а сам конкурс начался с теоретической подготовки капитанов команд. 47 участников всероссийских соревнований со всей России. На территории Сочи, на базе специальной моторизированной воинской части Северокавказского регионального командования, такие соревнования проводятся впервые. Цель – проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих, пожарных подразделений, а также отработать до автоматизма навыки военных специалистов по применению специальной техники, средств и экипировки. В состав команд вошли действующие военнослужащие, которые входят в состав штатных пожарных команд наших воинских частей. Также приехали представители нештатных пожарных команд, и которые, в общем, образуют ведомственную пожарную охрану, которая занимается вопросами обеспечения пожарной безопасности непосредственно войск Национальной гвардии. В течение трех дней участникам соревнований предстоит продемонстрировать судейской коллегии свое умение быстро экипироваться в теплоотражающий боевой костюм пожарного, грамотно и оперативно в составе команды развернуть силы и средства от автоцессерны. Далее военным огнеборцам надо будет показать навыки пожарного биатлона. Пожарный биатлон – это новый вид, так сказать, военно-прикладного спорта, который мы опробируем сейчас, на данный момент, в одной из воинских частей войск Национальной гвардии, Сочинский полк. В войсках Росгвардии прошли отборочные туры, и на конкурс уже попали лучшие военнослужащие. Готов показать всем свое мастерство, чему научился, и не ударить грязь лицом, как бы остоять честь своего подразделения. Но и теория не менее важна, кроме этапов проверки практических знаний, которые будут организованы в среду и в четверг. Сегодня теоретические зачеты сдали капитаны команд. 8 сентября будут названы лучшие среди профессионалов в своем деле. Елена Авсецина, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Новое жилье, которое было построено под олимпийские нужды, выделяют сочинцам. Обладателями собственных квадратных метров становятся многодетные семьи, врачи, сотрудники отраслей образования и культуры. А накануне новоселами стали полицейские. Елена Авсецина с подробностями. Это мини-городок на Красной Поляне. Несколько многоэтажных домов возведены перед зимними играми, где в период проведения международных соревнований жили волонтеры. Сейчас заселяются новые жильцы. Только сотрудникам полиции выделено 90 квартир. На сегодняшний день на территории города Сочи имеется специализированный жилищный фонд Главного управления МВД России в количестве 207 квартир. Это поселок Веселое, поселок Красная Поляна и поселок Эстасадов. Данные квартиры предназначены для предоставления сотрудникам ВВД по городу Сочи и сотрудникам Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, дислоцированных на территории города Сочи. Сергей Лукьянов, старшина полиции, сегодня привез семью на поляну. Это раньше сюда они приезжали как на экскурсию. Теперь в живописном месте получили служебное жилье. Здесь, во-первых, очень просто красивая природа, воздух хороший, действительно хорошая инфраструктура развитая. Насколько я знаю, здесь очень хорошие школы и детские сады. Так что действительно есть возможность пойти с детям и устроиться на работу также к жене. Сергей работает в Хостинском районе, но ради собственных метров. Готов дольше добираться до работы, главное, что у семьи есть теперь простор. Трехкомнатная квартира, большая кухня и прихожая. Сын и дочь уже выбрали себе комнаты. Ну а главным атрибутом новоселья, конечно же, стал праздничный торт. То, что у нас было там в селе, где мы жили раньше, вообще не сравнить. Новое все, большое все. Вообще отлично, нравится. Окна выходят и во двор, откуда легче наблюдать за игру детей. В России, в отличие от побережья, снега здесь зимой будет предостаточно. И открывается вид на красивейшие горы. Честно говоря, до сих пор еще пока не верю, чтобы появилась квартира. Больше всего радует определенность, признается Сергей Лукьянов. И бюджет семейный начнет расти и мыкаться по съемным квартирам теперь не надо. В Сочи все сотрудники полиции за счет построенного жилищного фонда будут обеспечены ведомственным жильем. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел добрый урок. Такие же сегодня состоялись еще в 60 городах нашей страны. В тех учебных заведениях, которые участвуют в пилотном всероссийском проекте «Российское движение школьников». В Сочи к проекту присоединилась 76-я гимназия в Дагомысе. Там и прошел урок добрых дел. На нем побывала и наша съемочная группа. В этом уроке все необычно. Занятия проходят не в простом учебном классе. В одном кабинете ученики сразу нескольких старших классов. В роли учителя руководитель Центра подготовки волонтеров «Форвард» Сочинского госуниверситета. Необычное занятие, добрый урок посвятили уже привычной для Сочи теме – волонтерству. Сегодня школьники узнают о волонтерстве, как стать волонтером, кто такие волонтеры. Делом, словом рассказывать, объяснять им, что действительно помогать людям, ближнему – это хорошо, это правильно. Помогать школе, помогать городу, помогать своему государству. Сергей Черемшанов, который развитию добровольческого движения в городе посвятил не один год, рассказал школьникам историю волонтерского движения в мире и в России. А главное – о возможностях, которые дает такая активная гражданская позиция. Это не только духовно-нравственный, творческий и социальный рост, но и карьерный. Личную мотивацию может найти каждый. Работая волонтером неоплачиваемо, но, например, участие в университете, можно за это получать повышенную стипендию. Волонтерский центр Сочинского госуниверситета всерьез заинтересовал школьников. Кстати, многие ученики 76-й гимназии были волонтерами Сочинской олимпиады. Новая цель – чемпионат мира по футболу. Для меня волонтерство осталось одним из самых запоминающихся моментов жизни. Я очень рад, что принял участие в этом празднике, можно даже так сказать. И я очень счастлив и надеюсь принять участие на чемпионате мира 2018 года. Замечательный был урок. Он нас научил многому, что волонтерство – это не просто пустая отрата времени, а что это благое дело. Это помогает другим людям. Такие добрые уроки сегодня прошли в 60 городах нашей страны, в школах-участниках пилотного проекта «Российское движение школьников». И именно на базе 76-й гимназии в Сочи его реализуют. Что касается итогов урока, у школьников появился интерес и желание стать волонтером, в том числе на ближайших футбольных турнирах. Кстати, как рассказали в волонтерском центре СГУ, сегодня там получили уже шеститысячную заявку от тех, кто хочет абсолютно безвозмездно быть полезным своему городу и своей стране. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а в Сочи-парке сейчас проходят Дни науки и фантастики. Развлекательная программа адресована школьникам, которые до 25 сентября посещают парк по специальной цене. За 1000 рублей юные гости могут посмотреть Тесла-шоу, цирковой мюзикл и представления в Дельфинарии, пройти научный квест, собрать гигантские головоломки и, разумеется, покататься на аттракционах. Специальная цена действует только для организованных школьных групп. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok